Да. Причем, я говорю, да, мне не интересует место. Место меня и должность не интересует. Место и должность меня не интересует. Я хочу заниматься наукой. Ну, место и лон. Где мы вам на Северном полюсе, начнем, на Северский институт найдем. Короче говоря, вот такой какой-то разговор был, так сказать, да? Вот и... Вот из-за блатного. А? Из-за блатного. Какой-то степень, может быть, так сказать. И я, значит, упорно, значит, упорно не соглашался, так сказать. Я очень удивляюсь, так сказать, как сейчас это самое согласие и согласие назначает, по-моему, не спрашивают. Вот. Даже гражданки, да? Ну, по-разному бывает. По-разному, да. В общем, короче, я уперся. И вдруг проходит несколько дней, приходит дополнительный, что я дополнение, это сказать, потребности института на 100 тысяч человек. Вне 4, подмосковье, на 100 человек. У меня сразу на 100, она массового сотрудника. Я перебью папу. У мамы же такая ситуация была. А? У мамы же стоматологически была такая ситуация. Когда они не добрали, а она взяла несколько девочек и пошли. Она и еще несколько человек. И они пришли и сказали, а почему? У нас такое же количество баллов. Или в спортивный институт. Нет, спортивный, наверное, у меня. По-моему, стоматологически где была. Я не пишу и сказали, а почему у нас такое количество баллов, чем с теми, чем в руководстве? Да, тоже выделили какой-то... Ну, в общем, короче говоря, вот это где-то более сотни, так сказать, было вместо, и делать такое количество, так сказать, да. Причем это было направлено не только по нашей специальности, не 4 там. Там все было на лаборатории, которая была, было им головки занималась, сколько-то. И я один, собственно, попал, туда из этой сотни. А остальная сотня пошла, так сказать, на ракета там, еще куда-то, за спутники. Там же у нас еще не было института космических исследований тогда. Там было управление 3-4, какого космоса, по космосу. Ну, туда вот это все заполнили, эту сотню распроверили. Я младший научный сотрудник, все наше, дом, с майора, охлад низенький, так сказать, ну, все-таки, и так далее. Ну, в общем-в общем, короче говоря, это вот привело в науку, это ракет наука, с которой я попал, сам вспомнил, откуда я попал в науку. А так как у меня было два курсовых проекта, один по воздействию нейтронов на боевую часть, и второй, так сказать, по воздействию гамма-излучения на аппаратизе. Понимаешь? То есть все, так сказать, постройка, все понимали? И тут пришла дальше, схема меня, где-то не везет, где-то не везет, непонятно, но очень случайно. Приходит, значит, мне однажды говорит, кстати, так сказать, из нашего же отдела, слушай, что ты сидишь здесь, так сказать, ездишь сюда, на младшую саду? А, что ты думаешь? В отделе кадров, глядь, уже месяц лежит письмо с Генерального штаба, где проще, так сказать, это самое, откомандировать, найти, как предложение, так сказать, для рассмотрения, допустим, две-три кандидатуры по специальности воздействия нейтроновых радиаций, так сказать, на боевую щедрость, ну, смысл, на радиотронику вообще, так сказать, ну, значит, это, значит, иди в это, чуть-чуть другие найдутся, так сказать, и там нашлось, нашлось, так сказать, другой уже нашелся, съездил туда, его не взяли, у них в отношении, поехал я, вот, я это начал с того, а так как я все-таки уже и диссертацию, ой, диссертацию, и диплом на эту тему писал, и два курсовых на эту тему по стойкости, так сказать, и когда я стал разговаривать с начальником управления на эту тему, и когда я стал расписывать, все, как себя ведет в космосе, как себя ведет при ядерном взрыве, как это происходит, так далее, так сказать, ну, вот такие были шары, в общем, давайте, так сказать, мы вас, мы все-таки готовьтесь, так сказать, ну, в общем, приготовились, так сказать, на старшего офицера, демштаба, полковичного, понимаешь, с майорского полковича, ну, на старшего офицера, ну, все, так сказать, хорошо, так сказать, договорились, мы вас вызвали. Через месяц примерно полковник Лаптик, начальник отдела, который меня набирал, вызывает меня, и говорит, как 5-й, 10-й, вот так, 5-й, 10-й, вот так, 5-й, 10-й, вот так, но ничего не говорит, на какую должность. Я, значит, спрашиваю, на какую должность вы, любим, берете? На должность офицера. Я говорю, товарищ полковник, мы обо другом говорили, я так сказал. Вы понимаете, вам еще рано в динштабе старшим офицером, вы понимаете, это же, обычно люди ходят, но мы с вами говорили об этом, поэтому я говорю, дальше говорить не буду, подпишите вопрос, пожалуйста. Вот и был с ним на год и другое. Вот, значит, ход назад, так сказать, и сразу, и через день снова, а нет, не сразу, он не подписал, я ушел. А потом, через некоторое время, меня снова вызывают. Снова вызывают, но я понял, что они согласны, так сказать, но он меня Лаптик с меня встретил, так сказать, так, но сейчас я вам ничего не могу сказать, пойдемте к генералу Сугрого Павловича, там был зам, заму этого Патрусского, ну, значит, пойдемте к нему, к Сугрого, поговорим там, так сказать, ну, и, значит, пойел туда, рассказал, ну, понял, что, в общем-то, дело имеет со специалистом, так сказать, в общем, в этой области, прямо скажем так, вот, и, естественно, им для этого дела нужно иметь хотя бы одни, а вот, двух, трех, так сказать, специалистов, так сказать, вот, там-то, и ралли и тронечки, но нужно, нужен был специалист, так сказать, вот такого направления, обязательно, да, ну, и, спрашивает, на какую должность вы уберете Сугрого, спрашивает, а мой, вот, отвечает, так сказать, альдон, это, старший офицер, Василий Полкович, то есть тот четко ответил, ну, и в одном, значит, сказал, так сказать, как у вас дела, домашние, домашние, развод, да, у меня есть дефект, я сказал, мой вопрос, я, как развод, сейчас нахожусь, по-другому, развод, он говорит, ну, главное для нас, да, у нас все-таки, не дождь, а все-таки, да, главная у нас все-таки специальность, значит, давайте так, договоримся, что вы в кратчайший срок решаете все свои разводные дела, вот, мы вас берем, ну, дальше о том, как я ушел сам, потом под Москву, это еще следующая история, да, это уже, это целая история с романом, ну, видите, можно же рассказать, конечно, видишь, можно ли? но это бывает, не по-другому, заказы, а это не заказ, а как еще заказ? заказ такой, пап, я к тебе приеду, так сказать, будем писать, да, ничего не будем писать, да, для этого есть, другие ходы, для этого есть специальные люди, да, не ходы, а, годы между, не заказы, но я хочу сказать, что, я хочу сказать, почему я вот в некоторых вопросах был очень упертый, что мне всегда занимал один и тот же вопрос, сказать, мне должно быть интересно, вот интересно мне должно быть, и я скажу, что несмотря, в общем, прослужил в армии, то есть, ровно 40 лет, так сказать, от звонка до звонка в общей сложности получилось, и несмотря на, это, это, на всех этапах, так сказать, да, мне, что-то было интересно, понимаешь, что-то было интересно, но последним этапе, так сказать, когда уже я, уже скрутился, так сказать, диссертацию, здесь уже совсем другое вопрос, да, да, так что все интересно, интересно, да, проскакал только еще расскажи, проскакал где-то, ну, проскакал, это, в общем, в двух-трех словах, так сказать, да, встреча Нового года, встреча Нового года, да, я уже забыл, а еще одну, уже с песеной скажу, сказать, я сначала хочу сказать, это самое, это было до Нового года, на лыжах, мы с Иваном, Кулагером, мы с ним вдвоем жили, он тоже, конечно, в нашем училище, и по этой специальности, то есть раньше, меня на год был, он меня встретил, потому что он меня знал, ну, курсы, мы все равно уже, лицо-то видел, да, он сразу же, за мной стал ухаживать, и пристраивать куда-то, я холостяк там вроде, был такой, пока приехал, да, я холостяк тоже приехал, я женился там лучше, ну, это самое, мы ездили куда-то, на встречу с учительницами, в какое-то другое село, и вот это, как сейчас помню, так сказать, просто в случае, так сказать, я с тех пор знаю, что когда ты идешь прямо, но ты нет, в полной темноте, ты обязательно приходишь в эту точку, обязательно, это я читал где-то, да, обязательно в эту точку, откуда вышел, вот я сейчас, вот я в лес пришел, точка какая-то, и знаю, что мы уже идем в том направлении, но координат у меня больше никаких нет, сплошь зима, сплошь лес, и сплошь, так сказать, снег идет, так сказать, и я должен прийти в эту точку, то есть делаешь, вот, по существу круг, и приходишь в эту точку, да, ну это обусловлено и физиология, и возможно там какой-то причины, шарик крутится наше, нет, просто левая нога, она всегда, слабее, чем право, и ты интенсивно закручиваешь круг, может быть, я не знаю, сейчас, так сказать, это делал, так сказать, так, я только знаю одно, что значит это, короче говоря, мы ездили в это самое, должны быть учительницам приехали, так сказать, вышли отсюда, так сказать, и приехали, так сказать, впереди село какое-то, да, вроде крайний днем дом, спрашивали, что за деревня, оказалось, так деревня, с которыми мы только вышли, ну не только, а с 3 часа 2 или 3, так сказать, то есть вот такую петлю сделали, и пришли в ту самую точку, вот это был такой момент, да, ну а это тоже связано, так сказать, с учительницами, это уже было там, на этой базе, так сказать, когда, предлагаем, где-то самое, Новый год встречать, ну вроде офицера, учительница, такая интеллигенция, местная, так сказать, да, что еще, да, ну и в общем, короче говоря, там что-то такое, мы не помним, для чего делали, да, но это уже на следующий день, это нарушить, да, а это уже, это уже, ну, ночью кто-то сказал, что мы шумим, что ли там, да, 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 и дежурный, а потом, значит, звонил, что-то сказал, пожаловал сегодня, значит, Андрееву, то-самого, то, значит, что-то, значит, сказал, кто там, значит, сказал, что там офицеры какие-то, но я взял трубку, я бы, особенно под этим делом, смело, смело говорил сюда, в общем, ну и он, говорит, кто там, у вас здесь какая-то пьяница, говорят, собралась, все такое там происходит, все наше, ну, я говорю, здесь одни прапорщики и офицеры, прапорщики и офицеры, так сказать, все такое, я понимаю, сказать, в общем, короче говоря, не важно, это был так вот, случик скажу, а на следующее утро, мы, с Иваном, ну, с Националом, ну, очень, короче говоря, вышли, пошли, идем домой, дескать, и лошадь пасется, лошадь пасется, значит, это самое, на веревке привязана, без пуд, но привязана, да, без намордника, без этого, то есть, чем управлять, так сказать, да, мы ее отрезали, сели на эту лошадь, и она поскакала, так сказать, да, и этим утром, так сказать, кто-то зафиксировал, под дапин на лошади, так сказать, ехали, да, но потом пошел слух о том, что мы там сидели за спинак спине, вроде спина к спине, заказы рассказывал, что-то такое, ну, мы просто прокатились, так сказать, вот это, значит, как в этом, я чувствую, этот самый поединок у этого, известного писателя, ну, когда офицер там уже, так сказать, спились до предела, до чертиков, занимались неизвестно чем, поединок, 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 известный писатель, дореволюционный, по-моему, еще, так сказать, да, про русских офицеров, так сказать, как они проводили время, так сказать, очень похоже на то, что и наши советские офицеры в нашего ряда, где очень небольшое, кстати, количество офицеров, все было, ну, где-то, наверное, человек 20, 17 офицеров было, вот, и одна рота охраны, там, по-моему, была, да, ну, в общем, лучше интересный рассказ, ну, это ты уже, без некоторых эпизод, это было, когда-то я рассказывал, это в связи с чем-то, подробно, наверное, сейчас у меня уже нет, не помню, в связи с чем можно рассказать, просто факт, это был, у нас, нет, это не знаю, про полный мыл, да, без подробностей, да, тогда я хочу сказать, что и получается, воспоминания-то, что, пьяницы, алкоголи, сплошь, ну, ты прекрасно знаешь, что это не случается, все, мих, мих, тратят боюсь, все же сказать, что ты, это и серия, ну, дело в том, это одно, это и другое, давайте, в общем, короче, давай, давай, думай, вот уже первый шаг сделан, давай, выходи, миг, я показывал, , если кто,